Друзья, всем доброе-доброе Яльчинское утро! Я выбрасывала мусор, контейнеры стоят за магазином. Вот хочу вам показать футбольное поле, но похоже, никто здесь не играет, потому что обычно всё скошено, видны следы пребывания футболистов. А сейчас всё травой поросло. Вот здесь стоянка для машин. И, как всегда, утро начинаю с того, что иду на бракираж в столовую. Каждое утро стою и вспоминаю о том, что сейчас происходит, что творится. Как хочется, чтобы был везде мир. Чтобы всё наладилось, чтобы всё это прекратилось. Чтобы так же люди утром мирно спали, как сейчас спят наши отдыхающие. Больно, очень больно. Я ничего не смотрю, честно вам скажу. Ни новостей, ни телевизор уже сто лет не смотрю. Но что война – это самое мерзкое, отвратительное, что только может быть. Это я знаю и без телевизора, и без новостей. А у меня какие планы на сегодня? Мне нужно сделать сейчас бракираж. Потом я хочу зайти на склад, получить бельё. Точнее, поменять. Потом, после обеда, я вам говорила... Вот склад вам видно? После обеда с Олей хотели идти купаться. Ну, посмотрим по обстоятельствам, как дела сложатся. А вам всем желаю продуктивного дня, приятного дня. Тем, кто на яльчике. Я думаю, у них и так всё хорошо, замечательно. Я думаю, что люди наслаждаются каждой минутой, каждой секундой пребывания здесь, так же, как и я. Поэтому всем-всем добро пожаловать и всем-всем хорошего-хорошего дня. Бракираж сделала. Пробы сейчас только собираюсь сделать. Хочу показать вам, что у нас на завтрак сегодня. Ветчина, булка с маслом. Каша, дружба с маслом. И чай. Хотела сказать о простоте приборов. Но здесь, в столовой, на кухне, такими приборами все пользуются. Я не хочу выделяться. А у отдыхающих приборы более благородные, более красивые. Всем приятного аппетита. Яблочки ещё зелёные. Поздняя яблонька. В августе она поспеет. Яблоки вкусные. И там потом ещё покажу одну вам секретную яблоньку. Там вообще обалденные яблоки на ней. Но тоже это будет вторая половина августа. Зашла в администрацию к Дмитрию Сергеевичу. Это директор пансионата Яльчик. Жду его. Он немножко занят. Говорит по телефону. Жду, пока позовёт. Нам нужно с ним решить несколько вопросов. В том числе вопрос об антигистаминных препаратах. Надеюсь, что всё решится в положительном русле. У Наташи машина пришла. Значит, что-то вкусненькое привезли. Пойдёмте посмотрим. Ребят, сейчас посмотрела. Уже сегодня вот сейчас 20 показывает. Днём 25 максимально. Представляете, уже похолодало. И следующие ночи уже пишет 16-16. Значит, вода будет остывать. Нужно быстренько. Быстренько приезжать, купаться. Сейчас зашла к Наташе. Не стала её отвлекать. Мороженое привезли в большом количестве. Ей быстро нужно сейчас по морозильникам его разложить, чтобы не растаяло. А я взяла у неё пару бутылочек нарзана. Приходил сейчас товарищ с укусом мошки. Рука очень отёчная. Намазала. Здесь есть специальный гель. Я его в холодильнике храню. Потому что вот всё, что касается укусов насекомых, вот это место, куда укусило насекомое, любит холод. Поэтому в холодильнике храню. Диазолин дала. Он, правда, на тракторе работает. Сказал, что только на ночь выпил. Сейчас нельзя ему. Он заснёт за рулём. Что будьте осторожны. Берегите себя от укусов насекомых. Приходили Оля с мужем. Я во вчерашнем видео вам про девочку рассказывала. Принесли мне арбуз. Угостили меня. Сейчас попробую. Какой вкусный. Я в этом году арбуз ещё ни разу не пробовала. Прям сахарный. Молодцы, ребята. Спасибо им большое. В удовольствие. Посмотрите, какой шикарный вид. У наших отдыхающих во время приёма пищи. Укропчик сушится на складе овощей. Заботится об отдыхающих повара. Говорят, чтобы пресной пищи не была. Чтобы был укропчик в августе. Потому что в августе уже нет свежего укропа. Надо насушить. Вот сушат. По-моему, девчонки из деревни привезли. У нас на ужин сегодня пюрешка. Капуста тушёная. И котлетка. С перчиком. С болгарским моим любимым. Ещё чай. И пирог очень вкусный. Лимонный. Я уже его продегустировала. Всем приятного аппетита. Что-то у меня фильтр, что ли, какой-то применился самостоятельно. Какой-то я уж больно красивая стала на видео. Или мне кажется. Мы с Олей идём купаться. Вон Оля за мной идёт. После ужина. Мы пошли купаться. Пошли мы с Лёликом купаться. Пока водичка тёплая. Пойдём. Идём на маленький пляж, который между пансионатом и политехником. Ой, ребят, слушайте, сейчас приходили подписчики ко мне. Вчера вот этот молодой человек, мужчина, написал мне комментарий под видео. Индус его зовут. И вот сегодня с женой пришли, с Мариной, в медпункт. Так хорошо поговорили, пообщались. Я, честно говоря, думала, если они придут, я попрошу у них снять их. Ну, чтобы они разрешили их снять. Чтобы вот пришли подписчики, там всё прочее. Но я так растерялась. Я всё на свете забыла. Так хорошо поговорили. И что вы думаете? Я вот, они ушли, и я пошла на бракираж. И так я от медпункта и шла. Вот рот до ушей, хоть завязочки пришей. Так прям до столовой, в столовую и пришла. Да вольнющая в столовой ходила, бракираж пока делала. Напивала там себе всё под нос. Вот так подписчики на меня действуют. Идём, не могу надышаться. Прям вот дышу так глубоко. Такой запах приятный. Я Оле говорю, пахнет лучше, чем французскими духами. Ой, пришли, какая красота, ребята. Ой, прелесть, прелесть. Ой, полюбуйтесь вместе с нами закатом. Это чудо какое-то. Хорошая водичка. Зашли в воду. Хорошая вода. Хорошая вода. Мужички купаются, восхищаются яльчиком. Говорят, вода по частоте, по мягкости превосходит все другие озёра. Море, говорит, за 2000 километров, чем там лучше. Солёный воздух. Типа солёное. Вот это всё. Единственное, что... Вот для меня... Ну, такая водичка-то свеженькая, хочу вам сказать. Свежачок. Градусы, наверное, 23 вода, не больше. Телефон вы только не утребите. Ой, нет, пойду в воду положу. Надеюсь, прочувствовали вы свежесть яльчинской водички. Всё, мы с Олей накупались. Водичка, конечно, освежая, свеженькая такая. Не знаю, 23-22, может, градуса. Свежачок. Так, народ всё, с ужина идёт, потянулся. Мы пошли к тебе. Пока. Давай, хорошего вечера. До завтра. Пока. Друзья, всё, мы с Олей накупались. Такое настроение хорошее, поболтали-то, хорошо постояли с ней. Завтра девчонок жду в гости. Не могу надышаться. Воздух замечательный. Природа замечательная, уникальная природа. Приезжайте на яльчик. Желаю вам всего самого-самого доброго. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо. Благодарю вас. Пока-пока. До завтра.